Всем привет! Это Гринни и мы продолжаем с вами играть в Империон Галактик Сурвайвл. В прошлой серии мы начали строить нашу базу, построили полы, добыли немножко различных ресурсов, ну в общем начинаем развиваться. Сейчас же я планирую устроить небольшую разведку, накопать оставшихся ресурсов, ну и продолжить естественно строить нашу базу, пока в дереве, но с высокими технологиями. Тогда мы закончили на том, что я раздел дрона первого в этой игре, ну и давайте добудем немножко силикончика, он нам очень пригодится в развитии, главное посматривать чтобы нас дрон очередной не застал тут врасплох. Чуть-чуть покопали, совсем чуток так, и давайте пойдем нароем кобальта, он тут в принципе недалеко, так что бежать недолго. Наш сбитый дрон валяется, между делом давайте вот аленплазму соберем, она у нас там на лекарство по-моему идет, если не ошибаюсь. И давайте определимся с направлением, да побежим все-таки к кобальту, его у нас еще добытого нету. И основная по-моему проблема сейчас найти медь, потому что все остальное у нас вроде бы уже есть, ну на карте я имею ввиду, а вот меди пока у нас нету. Сейчас добудем кобальт, а потом будем искать медь наверно. Кобальт тут охраняет хитрый дрон, но на каждого хитрого дрона у нас найдется свой хитрый болт. Ну чё, родное сердце, спокойной ночи, чё ж тебя так закрючило-то? Ща поглядим, что ты там нам подаришь. В принципе подарил как обычно, стандартный набор запчастей. Ну чё, теперь к кобальту. Мы и так практически прямо на нем дрона завалили. Давайте раскапываем как обычно огромную яму. Покопать нам нормально не дали, пришлось отвлечься на дрону, уж очень близко он там пролетал. Давайте сейчас поближе подойдем, за деревьями попрячемся. Ох ты, ё-моё, ракетный гад. Ну ничего, сейчас мы с тобой тоже разделаемся. Ракет-то дашь злый день? Давай, давай, лети, лети сюда. Готов. Тоже обуглился кадр. Ну что ты нам подаришь? Ракет, естественно, нету. Ладно, возвращаемся обратно к нашему кобальту. Какое-то совсем беспокойное место. Опять не дали нам нормально покопать. Опять у нас тут дрон и главное, гад улетает постоянно. Догонять придется. Злый день роботизированный. Ну ничего, иди сюда, сейчас мы тебя нахлобучим. Давай, 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 иди сюда. Я тебя жду. Не, что-то не ведется, гад. Придется нему в гости. Ах ты, ничего себе, гад. Я ж тебя не вижу. Вот поганец. На, лови. Лови, лови. Что, не нравится? Ой. А вот мне тоже не нравится. Давай, давай. Все, сдох. А у тебя чего вкусненького есть? Сейчас поглядим. Ну все, везде стандартный набор. И снова возвращаемся к нашему кобальту. Накопали немножко, 200 штучек. И, наверное, ломанемся в сторону базы. А по дороге копанем еще силикона. Потому что он там как раз прям по курсу будет. Соберем какую-то тут шляпу, плазму и бежим дальше к нашему силикону. Так, с этим ничего не сделаешь. Так, ну, бежим, все собираем по дороге. В хозяйстве все пригодится. Тем более, что мы сейчас тут бомжуем в одиночестве. Поэтому нам нужно все. Кстати, нам нужно мясо. Давайте вот динозаврика привалим. О, как быстро он с автоматикой укладывается. Отлично. О, вкусняшки. Еще четыре солями сделаем себе. Так, и что у нас там с силиконом? Так, вон он слева. Плазма очередная. Еще какой-то ништячок. Так, до дрона мы успеем, не успеем? Да ну его нафиг. Так, куда нам там бежать-то? Ага. Все, бежим. И таки мы догнали очередного дрона. Давайте его тоже приложим. Зачем нам строить комплектующие в конструкторе, тратить ресурсы и время, когда можно вытащить из этого гада. Все, разделали. Ну, в тебе будет что-нибудь вкусное? Я думаю, что да, не будет. Добрались до наших раскопок силикона. Давайте еще немножко его побурим. Чем больше накопаем, тем как бы позже нам надо будет возвратиться опять за ним. Так, все, с ним мы тоже разобрались. И теперь возвращаемся на базу, потому что время уже позднее. До заката остался час. Так что бежим домой. Давайте закинем ресурсы в переработку. Что у нас тут есть полезного? Так, так, так. И что еще? Вот дерево много. Сразу выставим производство досочки. У нас тут получится 25 штучек. И давайте заберем материалы для нашего большого конструктора. Все, что готово, все забираем. Назначим в производство каменную крошку, кобальт и силикон. Заберем готовые досочки. И давайте в наш большой конструктор. Перекинем досочки. Перетащим их наверх к ресурсам. И давайте замутим фуд-процессор, чтобы делать готовую еду и лекарства. Отлично. Фуд-процессор готов. Перетащим его на семерочку. И пойдем подумаем, куда бы его поставить. Давайте его, наверное, поставим куда-нибудь здесь к складу. Ну вот. Вот так вот повернем только и разместим. Теперь надо сюда все закинуть. Все, что касается еды. И замутить колбаску. Сразу штучки 4. Давайте все готовое перекинем в инвентарь. А из инвентаря перекинем все, что касается фуд-процессора. Мы уже оголодали прилично, так что сейчас заточим нашу колбасу. Давайте перекинем все, что мы набрали с дронов в наш большой конструктор. Закажем сразу деревянных блоков штук 40. Надо замутить стены. На них поставить фонарики. Ну, хотя бы такие примитивные стенки, чтобы именно разместить свет. И, собственно, надо замутить сами фонарики, которые мы будем размещать. Замутили фонарики и стенки. И теперь давайте, собственно, разместим. Так, нам нужна Г-образная стеночка. Вот так вот ее поставить. И вторую сверху. А теперь над дверью будущей поставим блок. И на нее поставим, соответственно, фонарик. Так вот. Да будет свет, сказал электрик и перерезал провода. По-моему, так стало значительно уютнее. Ну, и теперь давайте продолжим наше строительство немножко. Насколько нам хватит материалов. Поставим тут стеночки. Здесь тоже все поставим стеночками. Жалко, фонари нельзя вот на эти тонкие стены ставить. Это, конечно, недоработка. Так, и к нам прутся дроны. Интересно, где? Пока нигде не вижу. Да, система предупреждений у нас, прямо сказать, ранние. Ждать пришлось их довольно долго. Ну, что, где ныкаться-то будем? Обороны еще никакой. Так, давайте патрончики закинем. И вообще все, что-то у нас готово. Так, вот дверь у нас появилась. Можно ее, кстати, куда-нибудь затемяшить. Вот сюда. Если что, за ней будем прятаться. Так, и первый подходит. Нет, далековато. Нет, нормально. Красиво, кстати, в темноте разлетелся. Больше нету, что ли, дронов? Все. Прям даже обидно. Я-то думал, атака. Интересно, там в нем что-нибудь есть полезное? Или опять патроны для пистолета? Сейчас поглядим. Ну, хоть что-то. И то неплохо. Ладно, давайте замутим дальнейшее освещение. Сейчас поставим такую крышу небольшую. Даже не крыша, балка. И на нее поставим свет. Ну, вот так вот стало намного лучше. Хотя бы на базе ночью теперь все видно. И можно спокойно строить. Ну, это пока так. Совершенно примитив. Продолжим мутить стеночки. Где тут у нас Г-образная? Теперь обычные, тонкие. И замутим хотя бы одну стенку в нашем доме. Ну, это такая реально деревянная хибара с высокотехнологичной начинкой. Теперь давайте сделаем несколько лестниц. И еще закажем деревянных блоков. А то у нас кончились практически. Сделаем сразу выход на второй этаж. Так, где бы его сделать-то? Вот, наверное, вот так вот как-нибудь. Развернем. И с другой стороны поставим скос. Чтобы все красиво смотрелось. Конечно, из дерева. Так, поменяем оси. Вот так вот поставим. И теперь сверху еще одну лесенку. Где она у нас тут? Вот. Вот так вот. Ага, тут нам еще понадобится. Сейчас пока поставим вокруг блоки. И пойдем закажем еще лесенку. И разные другие ништячки. Ну, давайте пойдем поставим ее на свое место. И теперь у нас есть выход на крышу. Правда, зачем он мне сейчас нужен, я, честно говоря, не знаю. Но так, чтобы было. В сурвайвл конструкторе у нас уже тут куча всяких ресурсов переработалась. Надо их все переложить в конструктор. И давайте это и сделаем. Вот так вот. Теперь приступим дальше к строительству, наверное. Давайте поставим вторую дверьку. Так. Вот таким макаром. Ну и давайте продолжим с нашим потолочком и стенами. Так. Это у нас потолок. Теперь давайте немножко тут выровняем землю, чтобы добавить еще один ряд пола. Так. Теперь поставим угловые. И обычные стены. Так. Здесь мы сейчас сделаем проем для двери. Так. Стены поставили. Сейчас уголочки. И последний штрих. Все. Доделали первое помещение нашей базы. Теперь закажем еще немножко света. Потому что четырех фонариков в центре комнаты нам явно будет недостаточно. Так что добавим еще. Теперь установим их на их законные места. Один здесь и второй здесь в уголок. Отлично. Теперь у нас есть дом и есть свет. Надо будет только еще пару дырок заткнуть и нормально будет. Ну и что? Время зря терять. Пойдем искать медь. О! Медь мы не нашли. Зато мы нашли Epsilon Comcenter. МК-1. То есть это у нас вражины. Пойдем в обход. Пока нам в принципе с одним автоматиком там делать нечего. Но потом обязательно навестим, ребят. Нашли еще одни залежи прометиума. В принципе лишним не будет. Но меди пока как не было, так и нет. Продолжаем пробираться на юг мимо базы Epsilon. Ух ты, е-мое! Ничего себе! Вроде же далеко. Нифига себе. Хорошо работают турельки. Так. О! Корндог. Стрельба стрельбой, а обед по расписанию. Ладно. Пойдем дальше. Наверное на восток. На восток-юго-восток. Уже расцвело. А мы все пробираемся в обход вражеской базы. О! Нашли еще одну базу. Так. Это видно какой-то добывающий центр. Да? Майн. Так. Пока не видно, что там творится. Пойдем дальше. Так. Потихонечку. Вот они рядышком тут. Тусят. Потом их сразу скопом и навестим. Давайте в этом лесочке настреляем немножко миска. О! Хороший кандидат. О! Даже он теперь даже не пытается атаковать. Сразу же убегает. Ну, что-то вкусного. Что-то как-то маловато. Ладно. Пойдем дальше. Посмотрим. Может быть еще кого-нибудь привалим. Но нам надо медь искать в первую очередь. А меди пока нету. Так. Да не. Успокойся. Не буду я тебя трогать. Вон корндог лучше возьму. Да. Наконец-то мы нашли медь. Правда, мягко говоря, в полной заднице относительно нашей базы. Идти сюда очень-очень не близко. Но сейчас мы накопаем реально дофига. И потом сюда уже будем возвращаться, когда у нас уже будет транспорт. Все. Мы добрались до нашей меди. Так. Ага. Там цветочек ее охраняет. Вот только тебя нам не хватало. Ядовитая плавь. Лови. Все. Огребла. Вкусненького нам что-нибудь за себя дашь? Ну, относительно. Всякие посадочки. Гнилая еда. Да и всякие такие мелкие ништячки. Так. Ну и что? Начинаем раскопки. Где там наша дрель? Наконец-то мы нашли медь. Все. У нас есть все материалы, которые есть на этой планете. И теперь надо их добыть побольше. Так. А здесь у нас кто? Здесь у нас дрон. Ну, мы успели выкопать себе окоп. Поэтому сейчас разберемся. Заберем все, что у него есть полезного. Надеюсь, ты для нас что-нибудь приготовил? Да уж, приготовил. В следующий раз готовься уж лучше. И пойдем обратно. Блин, как больно ударился-то, а? И нам не дают спокойно покопать. Прилетел еще один товарищ. Я надеюсь, в этот раз он подготовился лучше. И даст нам больше полезных вещей. Давай, все. Сдохни уже. На самом деле, дроны на этой планете тупые. Ничего полезного в нем не оказалось. И мы возвращаемся в наш маленький окопчик. Снова копать медь. Хотя, нет. Там уже копать-то особо нечего. Пойдем, он еще металл копанем. Самый неподходящий момент. Не дали нам покопать. Прибежал цветочек, точнее, свалился мне на голову. И меня заразил. Так. У меня еще и патроны там вроде кончились. Так. Пистолета будем отстреливать, тварь. На, накушайся, блин. Тварюга. Мелкая. Блин, эти ядовитые гады. Летим отсюда. Ядовитые гады эти реально достали. А джетпак очень даже выручает. Можно прыгать просто над ними и сваливать. Ну что, сдохнешь ты? Давай уже, сдыхай, тварюга. Эй. Прыгаем. И с вертухана раздаем ему с пистолета. На тебе. Все. Готово. Накопали мы дофига всяких материалов. Ну, точнее, меди накопали дофига. И железа. И пойдем мы в сторону дома. Отправление само проходить не хочет. Поэтому придется все-таки закушать нашу единственную таблеточку антидота. Хотя, очень не хотелось бы. Ладно. Жизни у нас почти нету. Но, надеюсь, что как-нибудь доберемся до дома. До нашей базы деревянной. Что-то мне не нравятся звуки, которые здесь раздаются. Не пойму. Вроде никого. Да нет. Есть кто-то. Так. Интересно, кто. Паук, блин. Вот зараза. Так, прыгаем отсюда. Очень классная вещь джетпак. Спокойненько отпрыгиваешь. Плюс еще скорость увеличивает в полете. Вот тварь, а. Быстрый он. Устраиваем акробатические номера с применением оружия. Ну что, иди сюда. Давай, давай. А я полетел отсюда. Так. Отбегаем. И отлетаем еще подальше. Блин, пистолет этот полная лажа на самом деле. О, добил таки тварь. Есть я там хоть что-нибудь. О, так. Что-то есть полезное. Мясо, кстати, столько же, сколько в динозавре было. Ничего, так жирный паучок попался. Почти мы добрались до базы. Но тут нас ждет дрон. Ага. И цветочек вон еще справа. Зараза. Да сдохни ты уже, тварь ядовитая. Все, сдох. Так, давайте пойдем его облутаем. Потом надо будет разобраться с дроном. Нашел я более-менее нормальное местечко. Тут за горочкой. Чтобы снять этого гада, который нас карауливал возле дома. Все, спокойной ночи, братишка. Так, забираем все это дело. И валим домой. Все, мы достаточно удачно сходили. Накопали почти по тысячу меди. Так. Сейчас этого цветочка разделаем. И пойдем домой. Да давайте разделывайся, все. Так, в тебе вкусняшек почти не было. И теперь идем домой со спокойной душой. На этом мы будем завершать эту серию. В принципе, мы в ней уже построили достаточно такой просторный домик. Но это только самое начало. Я тут буду строить целую базу корабли. Такой небольшой парк для себя. Для того, чтобы ресурсы добывать. И для того, чтобы уничтожать всяких уродов, которые нас тут окружают. Ну, все это будет в следующих сериях. А если вам понравилась эта серия, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Заходите ко мне в группу ВКонтакте. И на стримы. С вами был Гринни. Всего доброго. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok